Всем привет, с вами Мистер Геймер, и сегодня у нас обзор Тони Хокк Американ Вестленд. Последняя на сегодняшний день часть про Тони Хокка. Я играл только в предыдущую, то есть Underground 2, и честно говоря, она мне понравилась. Ну что ж, давайте заценим, что представляет из себя эта игра. Ну и чё за нахуй, я этого не просил. Ну. Не, ну это видели, это реально пиздец. Наконец-то, блядь, заработал, нахуй. Видите, это говно даже хуй заставишь работать, блядь. Так, давайте-ка заценим для начала настройки. Так, настройки. Так, давайте-ка попробуем настройку управления. Ага, вот игрок один. И это все настройки управления. Ну, возможно, это для какого-нибудь из отдельных игроков. Давайте заценим общие. Вы знаете, это уже настораживает. Вы сами видели, это, блядь, настройки управления. Это даже не управление нахуй, вы гондоны ебаные. Ладно. Хорошо. Посмотрим, что у нас тут в звуках. Так. Ага, музыка здесь тоже есть. Давайте-ка заоценим, какая она тут. Ещё здесь есть музыкальные зоны, особые звуки. Блядь, я даже не хочу знать, что это нахуй значит. Так. И что лично меня раздражает, по крайней мере мне не понравилось. На мой взгляд, здесь гораздо меньше музыки, чем в предыдущей части. То есть, ну как вам сказать, не столько по количеству, сколько нет такого хорошего выбора по жанрам, как здесь. И это, знаете, мне нихуя не понравилось. То есть в этом плане игрулька тоже здорово сосёт. И обратите внимание внизу. Как вы видите, такое ощущение, что там кусочек какой-то хуйты. G вообще выглядит, вот назад, выглядит вообще как свернувшаяся змея, блядь. Вот я нажимаю на G и нихуя. О-ка, блядь. Это, это... Блядь, я даже не могу посмотреть в настройках управления, какие клавиши я должен нажимать. Кто вообще делал это говно, блядь. Но, так как я уже немного играл, проблема решена. Ещё мне нравится, что сохранить и загрузить игру находится в настройках игры. Это... И в пункте настройки игры есть пункт настройки игры. Блядь, эта игра, не знаю, кто-то покурил точно чего-то там, не знаю. Ну, жаждать начнём кампанию. Ну, давайте на нормальный. Какая нахуй разница, всё равно практически играть в это говно не будет. Так, и вот мы встречаем первую заставку, которую нельзя, блядь, пропустить нахуй. Так, ну давайте я её пропущу. И следующее, что мы видим, говнокомикс ни о чём. И вот перед нами выбор персонажа. Обратите внимание на тех, кто сидит в автобусе. Я бы с такими бы не сел нахуй, не сел нахуй, не блядь, я бы лучше пешком потопал. Из персонажей у нас вроде панк, она, надеюсь, скейт-панк, наверное. Хипарь. Белый, который выглядит как негр со своей мафрой и почему-то в шортах. Чувак, иди в баскетбол играть. Это чувачок из золотой молодёжи, судя по его отстойному прикиду и выебонам. И парень, который похож на чувака из андеграунда 2, дать я его и возьму. Не, парень, ты правда хочешь с ними сесть? Не надо. Не надо, чувак. Ладно, ему похуй. И вот мы уже на первом уровне. Нас инструктирует какая-то тёлка, которая хуй знает вообще откуда взялась. Её не было в ролике предыстории. Так, и сейчас я меняю прическу. Так, мне тут чё-то пиздят. Так, ага, стоп-стоп-стоп, назад. Так, ага. О, будешь у нас таким заебцать, оборотишь. Прямо как этот. Так, ага. Так, ну и готово, собственно. Типа пострелить, блять. И главное, что её это устраивает, хотя она попросила подстричься. Так, вот знаете, если не знать, как правильно подходить к продавцу, то вам заебётся подходить к нему, я вам это гарантирую. Вот такой вот у нас будет, нахуй, заебись. Да. Вот и всё, и мы готовы ехать. Нет, не хочу я больше никогда не сяду в это играть. Так, и вот нам, блять, ну, я нихуя не понимаю в этом управлении. Ка-джи-кью. Вы, блять, ну нахуй хотя бы управление бы оставили в настройках гандоны, блять. И вот тут какой-то великовозрастный панк, похожий на моего бывшего одноклассника. Так, и... Короче, поехали. Вот, типа, наша задача побежать, встать на доску. Так. Ну, в принципе, управление здесь такое же, как и в предыдущей части. Так, ага. Ну да ладно, хуй бы с ним. Ещё также мне нравится вот это. Так, где эта хуйта, блять? Ага, вот она, видите? Смотрите, как я сейчас. Вы знаете, ещё, кстати, в этой игре есть такой баг, иногда он об неё разбивается. То есть он в неё врезается, она стоит, как ни в чём не бывало, а он падает. Так что идиотизма здесь, конечно, хватает. Да похеру мне на время, блять. Так, ну что ж, вперёд. По стандарту. Ооо, блять, это пиздец, нахуй. Ещё, кстати, в этой части можно бить людей с кейтом. Вот, смотрите. Вот, хотя бы он в предыдущей части... Хуй ты, блять. Ладно, хуй с ним. Ну, так же, как и писать баллончиком. Давайте заценим карту. Ага, эскейп здесь, это ентер. И хотел бы вам заценить одну интересную вещь. Смотрите, я нажимаю на... Продолжить. Карта, кстати, нарисована, как будто какой-то графитчик обдолбанный ЛСД решил вдруг, что он в Голливуде. Вот как-то так. Смотрите, я нажимаю Продолжить. Я продолжаю. Я нажимаю на Выйти. Я продолжаю. Блять, это, нахуй, полный пиздец. Эта игра, по моему личному мнению, полный, абсолютно полный провал. По сравнению с предыдущей частью. То есть, я молчу даже про хорошую графику. Всё-таки, годат какие были. Но лично в андеграундинге втором мне графа больше понравилась. То есть, игрушка откровенно сосёт. И не канает. К тому же, андеграунд второй был ещё и ярче. Так что... Нет, игра сосёт. Причём, охуенно сосёт. С вами был Мистер Геймер. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И если вы хотите, чтобы я делал обзор на какую-нибудь игру, пишите в комментариях.